Вы знаете, мы ведь обыкновенные потребители информационного поля, которое нам так или иначе дают. В этом информационном поле мы все видим, как это происходит. Вскрывают сейфы, достают огромные деньги, показывают видеозаписи, участвуют свидетели, которые видели, как он брал взятки. Приходят коммерсанты, которые плачутся в жилетку уже сейчас о том, что мы все были под этим колпаком. И не важно, в какой ты партии стоял. Это абсолютно не важно. Важно то, что ты нарушал закон. Важно то, что ты коррупционер. Вот это, мне кажется, важно. И если у него это присутствовало, и суд это сможет доказать, то нужно отбросить все политические дрязги. Человек, у которого запись голоса записана, и которого просто взяли с поличным, должен отвечать за то, что есть на сегодняшний день. А прикрываться, когда тебя уже поймали за руку, начинать вспоминать, почему они это сделали, какая здесь есть экономическая, политическая подоплека в той или в другой команде, являешься ли ты оппозиционером или нет, я думаю, что это уже вторичная вещь. Вот именно к этому делу, мне кажется, оно не имеет никакого отношения. Почему? Потому что взятки у нас берут, слава богу, что их ловят. Есть только одно «но» в этом во всем. Что раньше не знали, что они этим занимались? Что не знают, что другие этим занимаются? Почему-то, когда их ловят потом на многомиллиардных взятках, все делают вид, что это только-только обо всем узнали. Знали все, знали давно. Значит, иногда его не трогали, а сейчас его вдруг решили трогать. У нас известно два брата банкира, про них знали уже, я не знаю, десяток лет, что они занимаются, чем они занимаются. И только теперь, когда они вывели за рубеж, там говорят, что аж под 100 миллиардов долларов, только теперь все спохватились. Господи, так они воровали. А раньше? Где была власть раньше? Где были эти следователи раньше? Где вообще оперативная работа была раньше? Либо она раньше велась, а это было просто не нужно, а сейчас это стало кому-то просто необходимо. Но во всем этом есть еще одно. Взятка была, деньги были, человека поймали за руку. Человек должен нести за это ответственность. И только потом уже доказывать свою правоту в суде. Но никак не ссылаясь на то, что, простите меня, это политический заказ. Нет, это твоя жадность. Продолжение следует...